Проблема, этическая проблема реализации идеалов или реализации некого рода этики, личных убеждений. Ну, в общем, реализация, если говорить об обобщенной реализации некой воли, да? Которую... Наша воля, допустим... Мировой, да. Зачем мировой? Вот личная воля, она, например, заключена в какой-то роде идеи или концепции. И есть некоторого рода проблема, да, каким образом эту идею, концепцию реализовать в мире. Потому что одно дело идея в своей идеальной форме, да, в виде некоторого... Некоторого рода бытия в виде понятия в голове как бы своего создателя. И другое дело, когда нечто из плоти и крови, там, материальное, да, создано на основе этой идеи. И причем самое интересное, что если мы берем технику, то для нас не возникает здесь никакой проблемы. Вроде бы казалось, как-то человечество с этим справилось. Благодаря практике, путем проб и ошибок, да, как бы мы нашли какую-то правильную линию, да, и все-таки нам удается все наши идеи там реализовать. Ну, там, по настроению всякого рода там сооружений, там, здания строим, технические всякого рода штучки там производим. Причем, как бы, логика, общая логика всякого рода такого, такой реализации идеи или концепции состоит в том, что в процессе реализации, если возникают какие-то трудности, да, то концепция людей слегка модифицируется. То есть, меняется для того, чтобы она пришла в соответствии с тем, как реально, да, какие возможности в реальности есть для того, чтобы ее реализовать. Потому что мы всегда обладаем некими ограниченными возможностями и реальностями, и поэтому можем воплотить только нечто определенное там. Используя вот эти вот реальные определенные возможности, мы можем все-таки, тем не менее, реализовать многие вещи. И вот когда мы теперь с этим же вопросом подходим к этике, то у нас также возникает вот необходимость реализовывать некоторые свои концепции. Неважно, на самом деле, на данном этапе является ли эта концепция всеобщей, допустим, как этика христианства, там, или она является личной концепцией какого-то отдельного человека. В любом случае существует определенного рода проблема, каким образом вот такие вот такого рода концепции могут быть реализованы. В чем проблема состоит? Проблема состоит в том, что если понятия, которые мы используем для созидания техники, они взяты из некоторого рода исследования природы, то есть мы сначала природу исследовали, нашли какие-то аспекты реальности, эти аспекты определенным образом обозначили, да, в виде понятия, зафиксировали, создали некоторую схему реальности, потом, работая с этой схемой, создали какого-то рода устройство, либо концепцию на основе, там, знания уже, да, вот как еще реальность создана. И потом воплощаем обратно эту, используя эту концепцию уже в некие технические новшества. То есть, иначе говоря, все наши манипуляции с реальным, они основаны на том, что в реальности возможно изначально. То есть, изначально понятия технические и, там, научные понятия, они взяты из самой реальности. То этика же, она же не взята из самой реальности, да? То есть, откуда взялись, вообще говоря, эти этические понятия, там, допустим, добра и зла или эстетические понятия? Потому что здесь вопрос, как бы, такой широкий, красоты и безобразия. Ну, и термоотношения, это и наши понятия, да, мы эти понятия, мы можем сказать, что мы эти понятия берем из практики взаимоотношений людей, да, из некого-то рода социального взаимодействия. А потом пытаемся перенести, точнее, любая религия, любая этика, пытается их перенести на мир вообще, да, в том числе, включая в него и природу. Поэтому возникают такие концепции, что в самой природе там присутствуют такие аспекты мира, как добро и зло, но, что у Бога есть высшее благо, как бы, он, и, собственно, как бы, иногда, по противоположному Богу, говорят о неком сущем зле, да, в виде, там, дьявола, сатаны или прочего. Ну, иначе говоря, говорят, как будто бы в самом мире есть, как бы, сущности, которые можно обозначить, как добро и зло. Но, на самом деле, это, при ближайшем осмотрении, это все-таки некоторую роду проекция, да, вот мы взяли метафорическим образом понятие добра и зла, красоты и безобразия, перенесли из одной сферы в другую, и спроектировали их мир, и видим, как бы, мир сквозь призму этих понятий. Хотя, на самом деле, изначально этот мир совсем не обязательно должен эти понятия перенимать. То есть, совсем не обязательно они должны соответствовать этому миру. И, фактически, на самом деле, во многих случаях они просто не соответствуют. Можно сказать, что, фактически, мы истолковываем феномены, да, то есть, вот есть настоящие феномены реальные, а всякого рода моральные суждения по поводу этих феноменов, это есть некое уже дополнительное моральное истолкование феноменов, да, то есть, мы как бы навязываем миру эти понятия, понятия моральные и понятия эстетические. Поскольку мы их навязываем, то и возникает проблема. То есть, можем ли мы реализовать их, если в мире их нет? То есть, можем ли мы, на самом деле, в мире реализовать свою этику? То есть, можем ли мы в мире реально совершать добро? Если в мире, на самом деле, никакого добра нет. Ну, мы когда-то уже пытались понятие добра и зла вводить там в виде каких-то предварительных определений, что добро — это намерение принести пользу, а зло — это намерение принести вред. Ну, и все, так сказать, ограниченности и некоторого рода приблизительности этих определений, они позволяют как бы поставить какого-то рода проблемы. Если мы используем эти определения, то мы, на самом деле, наблюдаем, допустим, что намерение может быть добрым, а реализация этого намерения может оказаться вредом. То есть, при том, при всем, что, допустим, мое намерение состоит в том, чтобы принести пользу, фактически я на деле приношу вред. Такое случается достаточно часто. Почему? Потому что при реализации той пользы, которой я себе мыслю как некоторого рода идею или как бы замысел, возникает много каких-то дополнительных условий, каких-то дополнительных конкретных определенностей, которые этому мешают. И поэтому я должен считаться с этими определенностями для того, чтобы на самом деле это сосуществить в свое добро. Но тут возникает следующая рода проблема. Проблема состоит в том, что всякая этика, она, прежде всего, рассматривается как этика принципов или этика законов. И когда я пытаюсь осуществлять такую этику в виде этики законов, этики принципов, то если я буду каждый раз модифицировать свои принципы при реализации, я буду нарушать саму этику. И, получается, буду придавать каждый раз этику. То есть я на самом деле не могу модифицировать этику для каждого конкретного случая. Потому что каждый конкретный случай уникален. Но можно просто привести какой-нибудь пример пограничный. Типа того, что если я признал, допустим, что в моей этике есть такой принцип «не убей», и тем не менее я вижу, что кто-то один, допустим, какой-нибудь злодей убивает другого человека, и тем не менее, поскольку я не убей, то я не имею права убить убийцу, да, поскольку я, допустим, последовательно удерживаю этот принцип. Совершаю ли я при этом добро? То есть фактически я тогда способствую тому, что убийца убьет в итоге, да, как бы, жертву. Ну, скажем, может убить. Там может много обстоятельств случиться. То есть можно придумать много других каких-то таких вот примеров, да, когда этика принципов, она вот дает сбой. Получается, если она дает сбой, то как вот реализовывать ее? Какая, или можно было бы иначе сказать, какая должна быть правильная этика, да, чтобы она, на самом деле, могла реально быть эффективной, чтобы реально я мог, основываясь на этой этике, в каждом конкретном случае, понимать, что мне нужно делать. То есть если я, допустим, опять же говорю, убивает другого человека, я должен понимать, допустим, что я должен его защитить, да, и, может быть, даже нарушить такой принцип, как «не убить». И убить злодея, да, если придется, если нужно, если другого никакого, никакой другой возможности нет. Но тем самым я ведь нарушу сам же свой этический принцип. Вот в чем проблема состоит изначально. На самом деле здесь есть маленький выход, который предлагает христианство. И выход этот состоит в том, что как бы отвергается всякого рода этика принципов, этика законов, и предлагается некая вот такая новая этика, этика любви. Да? Ну, то, что я вот называю этика добра. Она, суть, состоит в том, что надо руководствоваться любовью и, независимо как бы от принципов, действовать исходя из любви. Причем здесь любовь по нему как нечто конкретное, конкретное она ведь, не может быть абстрактной любовью, да, нельзя же абстрактно любить там все человечество. Любовь всегда это как бы некоторого рода взаимодействие двух конкретных людей. Я конкретный человек, вхожу мне какого-то рода конкретные подробности жизни другого человека, да, и пытаюсь помочь ему в чем-то там, да, пытаюсь как бы сделать ему что-то полезное, да, стремлюсь как бы совершить ему пользу, принести ему пользу. Но я это, я хочу делать не так, чтобы эта польза была как вот абстрактной пользой, да, я хочу так сделать, чтобы она реально, конкретной была пользой, наверное, на деле, да. И вот как бы если я это делаю, если я вхожу во все подробности конкретной личности, то это вот называется этика любви, да, или этика добра. Но здесь возникает другая проблема, да, новая. Мы, кстати, это уже обсуждали, я просто сейчас пытаюсь как бы быстро это повторить. Проблема состоит в том, на самом деле, что если следовать определению, которую вот я привел, да, согласно тому, что добро есть стремление принести другому пользу, то ведь экономика наша, экономика и наши взаимоотношения, они точно так же ведь стремятся другому принести пользу. То есть мы в экономике действуем тем способом, что я, допустим, оказываю кому-то услугу, да, тем самым намеренно приношу кому-то пользу. Но правда в экономике в надежде на то, что и мне окажут услугу, да, то есть мне заплатят или что-нибудь сделают, да, как бы есть некоторого рода экономический обмен. То есть вот это определение того добра, который стремится быть эффективным, стремится воплотиться в некоторого рода пользе, этого недостаточно, да, вот как бы требуется вроде как еще ввести разговор о некой бескорыстности, потому что если мое стремление принести пользу обусловлено некоторого рода выигрышем, выгодой, да, который я заранее, ну, заранее предусматривал, да, то есть я совершаю некоторую роду услугу, потому что знаю, что мне заплатят. Так вот, в экономическом отношении люди обмениваются пользой, да, причем, ну, как бы намеренные же пользой обмениваются. То есть люди обмениваются добром, но тем не менее это добро обусловлено предварительной договоренностью. И на самом деле это не должно быть этикой, да, если мы будем исследовать строгому определению. Поэтому, как бы, вот всегда возникает вопрос о бескорыстности. И тогда возникает следующая проблема, а как я могу сделать добро бескорыстно? Допустим, я пытаюсь кому-то конкретно из любви совершить какое-то, ну, что-то сделать полезное, да, совершить какое-то, это в отношении него какое-то там добро. Как это надо осуществить? То есть, допустим, я просто это делаю без всякой задней мысли, что не будет никакого воздаяния, награды и прочего. Тем не менее же другой человек же, он не может потерпеть, да, вот, чтобы принять некоторый рододар без всякого ответа. Ну, это так устроен человек, что всегда всякий рододар нужно отдариться. Нельзя, невозможно, ты просто про себя подумаешь, невозможно принять дар просто так. Ну, потому что как ты терпишь, когда я тебе чай приношу, я не знаю. Терплю. Так, если чай приношу, это не дар у вас, на самом деле, это называется взаимопомощь. Потому что, ну, и раз один приносит, и на раз другой приносит. Это некоторого рода система взаимных услуг. А речь идет не об этом. Вот, например, я пытаюсь кому-то подарить. Ну, что? Если, допустим, нет никакого повода, да, и... Ему надо как-то это понять же, а понять, почему это происходит. Такого же не бывает же, да, что просто так что-то кому-то даришь. Человек может возникнуть... Из любви. Ну, ты можешь сказать сколько угодно из какой-нибудь любви, но человек-то этого не знает. Может, вы на что-то намекаешь, да, может, что-то ты от него потом потребуешь. Может, ты хочешь так завладеть его, там, ну, его, как бы, ну, личностью, там, унизить его, там, понимаешь? То есть ты его даришь, там... Нет, он сейчас говорит, как раз, если и так, это все понятно. А вот если ты просто... Он-то этого не знает. Он не знает. Нет, вот, если, как бы, он может такие-то придумать варианты, это он облегчение себе найдет. А если он не находит таких причин, если это просто, как бы, настоящий, вот, то тогда он истерпимый. Дело в том, что вот у Достоевского есть, там, такой эпизод, когда Леша хочет помочь, там, одному обедневшему, там, чиновнику, да, там, у него, там, болеет сын, и как хочет ему денег, да, и как это сложно все оказывается, потому что получается, что вроде как вот хочет этими деньгами заплатить за позор, да, там, так получается. Но, тем не менее, проблемы, на самом деле, актуальны, да, вообще, в принципе, как бы... И все было позорно. Ну, там, его брат оскорбил его когда-то, этого чиновника. Угу. Ну, в самом самом деле, по-моему, там, то ли за нос его водил, то ли что-то в этом роде. Ну, это, неважно, в счет тут, и выяснили, суть состоит в том, что, действительно, есть такая проблема, да, что вот принять дар вот просто так, ну, невозможно, там, вот так вот устроить человек. Всегда надо, как бы, сделать ответный ход. Потому что в этом есть не по-другому унижение. Вот вспомним, опять же, вот, все эти рассуждения, всякого рода бодрияйра, там, бота и прочее, да, о символическом обмене, да, вот там, а как вот он называется, этот... «Символический обмен смыть?» Нет, на «опоставить», «опоставить». «Потлач». «Потлач», да, «потлач». То есть, на самом деле, вот эта вот необходимость везде и всегда совершать обмен, да, в каком бы, пускай не в сфере материального, да, не обязательно, что если я дарю нечто материально, возврат некоторого рода ответа должен быть также лежат в сфере материального. Ну, может, в сфере символического лежат, да, некоторого рода благодарность, некоторого рода, там, напутствие, какого-то рода, там, энтузиазм, ну, то есть, некоторого рода, допустим, радость, или какое-то проявление чего-то, да, со стороны человека должно быть. То есть всякий дар должен быть, условно говоря, отдален. То есть этот дар должен быть компенсирован. И если это так, то на самом деле как совершить тогда добро бескорыстно? Потому что подспудно, со всяким твоим добром, ты будешь постоянно ожидать какого-то ответа. Ну так уже устроен человек. Что он понимает на самом деле, что он сам понимает изначально, что невозможно просто принять дар. И он понимает, что какой-то должен быть ответ. И он этого ответа подспудно ждет. И это означает на самом деле, что может быть и невозможен такой дату. Совершенно бескорыстно, совершенно без задней мысли, совершенно без ожидания какого-либо ответа. То есть даже если ты допадаешь милостой, все равно ты чего-то ожидаешь. То есть всегда есть ожидания. Ну ты ожидаешь, например, того, что ты как-то прояснешь, ты себя почувствуешь, что вот, на самом деле, ты сделала доброе дело. Ты подумаешь, ну по-разному бывает. А бывает так, что, допустим, ты хочешь услышать слова к человеку, он тебе скажет, да это вам Бог, там, типа, какая вы, там, типа, милочка, красивая, или что-нибудь такое, скажешь на пустое. Да, наоборот, это тяжело. Когда человек хоть как-то тебе реагирует, начинает, там, благодарить или говорить что-то, это так тяжело. Вот, по-моему, луч, самый идеальный вариант, это вот, чтобы не встречаться уже с человеком нос к носу. Это вот если бы я знала, что вот, вот, иду, да, вот домик бедного человека, у него там, это, копилочка, кидает денежку. Идеальный вариант. Правильно. Чтобы я его не видела. Только здесь тут любовь. То есть тогда это формальное добро. Понимаешь, просто формализм некоторый. Это осуществление принципа. Мы возвращаемся на предыдущий шаг. То есть надо давать милость для него. Только не надо мне вот эти рожи показывать бедных, урганитенных. Давайте я, как бы, абстрактно куда-нибудь дырочку, да, там, брошу, как бы, какую-то монетку, типа, и абстрактно, как бы, там, кому-то, там, нуждающемуся человечеству, там, объединенному, помогу. Абстрактно, да, невзирая на все эти конкретности. Где любовь-то? Любви-то опять нет. Опять мы скатываемся к этике принципов. Да. А мы-то говорили о любви. Скатываемся. А если мы говорим о любви, если мы говорим об этике конкретности, да, вот об этике добра, то ты должна вот войти в положение. Сидит человек, он, там, на паперте, вот он, как бы, конкретный человек, ты должен как-то вот ему как-то конкретно помочь. Ну, я понимаю, что, может быть, смелость, ну, это не самый удачный пример. Ну, допустим, какой-то наш ближний, да, вот он, у него какие-то проблемы в жизни, там. Ведь всегда ведь, можно как сослаться, можно спросить. Не буду вот вас. Нужна ли тебе помощь, так сказать, формально? Он скажет формально, типа, не нужна, и как бы на этом успокоиться. А можно попытаться все-таки понять, на самом деле, что ему, не обязательно же это деньги какие-то, да, иногда это, как бы, может быть, участие. Это, может быть, разговор, может быть, совет, может быть, какие-то конкретные маленькие дела, да, помогут этому ближнему. Маленькие деньги помогут. Ну, дело не в деньгах даже, не только какие-то маленькие дела могут помочь этому человеку ближнему. То есть, это называется любовь, когда ты входишь в конкретности обстоятельств, когда ты действуешь из конкретики. Вот, когда ты действуешь из принципов, ты действуешь из абстрактности. Вот, есть некая абстрактность, и тебе вообще наплевать, как реальность выглядит. И что там реальность требует? Не убей! Тут кого-то мочат, убивают, а я не убей, я не вмешиваюсь. Вот я пацифист, так уйдет война, пусть мою деревню сожгут, уничтожат всех людей вокруг, но я же пацифист, мне же нельзя оружие брать, я не убей же. Вот я такой правильный. Но это же, видишь, это же может выразиться в полной лицемерии. Человек якобы этический, но на самом деле мы чувствуем интуитивно, что это просто последняя стадия сволочи. Именно так. Он не хочет замораться, понимаешь, все почему-то воюют, пытаются защитить свой кров, своих родных, свою родину и прочее. А это тот такой, он типа честный, он типа вот такой, и держится принципом. Это с одной стороны. А с другой стороны, если все-таки мы отказываемся от принципов, мы говорим, что вот мы будем исходить из любви, тогда мы не можем всякий раз отворачиваться от человека. Мне тоже нравится, вот там эти еще ученые бывают, такие тоже, в принципе, белорусские, им говорят, эти инопланетяне на нас нападают, а они, нет, нет, может быть они просто заблудились, мы не должны первые начинать атаку. Понимаете? А, любимая тема слова. Ну, потому что не сделала же там, нам даже доверяют. Давайте дальше подвидимся, дальше будет еще интереснее. Так вот, если говорить об экономике, да, может получиться так, что все сводится в итоге к экономике. То есть, на самом деле, невозможно никакого рода взаимодействие людей ни на основе экономики. То есть, ни на основе ожидания некоторого рода выгоды. Игорь предложил однажды такой интересный, Игорь Данилов, такой интересный вариант, вот есть такая взаимопомощь на дорогах, да, такое явление. Когда люди помогают на дорогах, ничего в момент помощи не требует, ну, допустим, кто-то машет, на обочине стоит, ты как бы подъехал, как бы помог, там, может, оттащил куда-нибудь, может, колесо поменял, ну, что-нибудь такое. Спросил, что проблема там. Разные бывают случаи, да. Ну, взамен ничего не требуешь, дальше поехал. Ну, с нами такое случалось. И причем, как бы, можно было бы сослаться, что вот здесь якобы бескорыстное добро, но мы же понимаем прекрасно, что здесь просто отсроченное, да, вот это обмен отсрочен. То есть, на самом деле, просто здесь, своего рода, есть некого рода разумность, состоящая в том, что когда-нибудь каждый из нас понимает, что точно так же может оказаться в такой же ситуации. И он хотел бы рассчитывать, что вот так же остановит кого-нибудь, ему кто-нибудь поможет, да. То есть, он хочет надеяться на то, что вот это вот правило, что люди останавливаются и помогают другим, оно должно работать. Но чтобы оно работало, надо и самому это правило соблюдать, да, это вот некого рода разумность. И можно было бы считать, что вот тут, конечно, не полностью бескорыстное добро, но, по крайней мере, более бескорыстное, чем просто обмен экономический, где заранее оговариваются условия, я вот тебе поставлю вот энное количество, допустим, товара, а ты мне вот предоплату сделай вот на такое энное количество рублей, да. Не так. Где не просто корысть, на первом, является целью, да, и самым главным организующим принципом, а тут вроде нет никакого как бы корысти. Но на самом деле есть некого рода корысть отсроченная, да, некого рода разумность. Или, допустим, эту же разумность можно применить, как бы, перевести бабушку через дорогу, да. Ты переводишь бабушку через дорогу, потому что, как бы, надеешься на то, что какой-нибудь другой человек... Ты сам передедешь бабушкой? Да, во-первых, что... То есть ты не будешь бабушкой с дедом? Нет, что сам надеешься, когда будешь дедушкой, что, может быть, кто-то твою бабушку... Я тоже, кстати, не переводит, в основном рабочую. Ну, хорошо. Кто-нибудь твою бабушку твою переведет в другом месте. То есть ты помогаешь людям здесь для того, чтобы люди другие помогли твоим родственникам, которые Darwin в другом месте. То есть ты осуществляешь некого рода принцип, опять же, да, принцип и разумность, состоящий в том, что есть некоторого рода взаимопомощь. И вообще говоря, вот этот 32% взаимопомощи, он действует во многих случаях, и на дорогах он действует, есть касса взаимопомощи, ты исплатишь деньги сейчас, чтобы потом когда-нибудь тебе заплатили. В принципе, оно всё всегда действует как вот эта касса взаимопомощи. Зато разорвал, раз, ну, просто если, конкретно с кассой, там что-то украсть можно, а если это помощь на дорогу, да, что там можно украсть? Ведь может случиться так, что тебе никогда никакая помощь дорогу не потребуется. Ломать свою машину и всем помогать, помогать, помогать. Чтобы как бы свои купоны, которые ты получил, бонусы за то, что ты помогал. Обналичие. Обналичие, да. Ну, речь же не об этом нет. Если бы это было так, то тогда это было бы просто торговлей. Торговля со срочкой. А речь-то идет не о такой торговле со срочкой. Ты ведь не знаешь, на самом деле, в будущем потребуется как бы тебе эта помощь или нет. Но ты это делаешь, исходя из того, что вдруг потребуется. Почему бы нет? Там пишет. Да. И вот вопрос, это другое понимание того, как может быть осуществлено добро. Но, тем не менее, даже при таком понимании, оно все равно превращается в некоторого рода экономический обмен. Опять же. Потому что, опять же, есть, пусть косвенная, пусть она отсроченная, но некоторого рода корысть. И вот получается, возможно ли вообще такое действие бескорыстное, которое бы изначально не имело бы никакой такой задней мысли, не представляло бы собой вот такой... ну, если говорить метафорически, взаимообмен, да, вот, помощь на дорогу. Вернись на шаг, зачем тебе корыста нужна была и бескорыстность? Вернись на шаг назад. Почему она была нужна? Потому что... Чтобы отличить... Потому что этика должна отличаться от экономического обмена. Иначе, получится, зачем нужна этика, если экономия и есть экономика? Либо этика и имеет свою специфическую сферу, да, и она отличается от экономика. Либо все сводится к экономике. И мы, находясь в экономической сфере, уже достаточно осуществляем этику. Если прибавить к экономической сфере то, что существуют законы, вот все, что надо нам. Есть законы, и есть экономика. И никакой личной этики не нужно. В экономике ты же не из любви покупаешь что-то и продаешь. Получается, что ты не из любви, но может, и не нужно никаких других принципов. Есть экономика, и в экономике ты действуешь из корысти, и зачем какая-то любовь? А кто-то из корысти, а здесь из любви. А возможно ли это из любви? Вот там и состоит проблема. А возможно ли такая этика? Потому что даже действуя из любви, ты на самом деле подспудно ожидаешь какой-то ответ. Ты его ждешь, но так уж устроено. Как помощь на дорогах, понимаешь? Может быть и любовь так устроена. Может быть и любовь даже так устроена. Что любовь это своего рода кредит. Ты делаешь рода кредит какой-то, ожидая взамен, вот заплатите мне в итоге когда-нибудь. И на самом деле вот эта логика про кредит очень интересна. Потому что если мы берем Евангелие, там Иисус Христос учит, что вот помните, там такой пример есть. Что фарисеи, не поступайте как фарисей, который выходит на перекрестке дорог и типа раздают милостыню, чтобы другие видели люди, как они поступают. Хорошо. И хвалили их. Потому что они получают сразу награду свою. А вы делайте так. Вы как бы подавайте милостыню в тайну. Чтобы правая рука не знала, что делает левая. И тогда Бог, видящий тайное, воздаст вам явно. То есть смысл какой состоит в том, что понятно, что фарисей, который выходит на улицу, он в каком-то отношении поступает лицемерно. Он хочет насладиться своим положением. То есть у него есть некоторое рода корысть. Нет, подождите. У него есть рода некоторая корысть. Он идет подавать милостыню, потому что хочет услышать про себя вот эти вот благодатственные речи, своего рода восхищенные взгляды, раболепие людей, которые у него принимают милостыню. То есть он хочет насладиться моментом в каком-то отношении. То есть есть корысть. А когда ты подаешь милостыню в тайне, то как бы вроде корысти нет. Но тут мы сейчас сразу вспоминаем, что тем не менее воздаяние есть в Боге. То есть ты это делаешь ради Бога. Помните еще там другая есть цитата, когда Христос говорит о том, что если вы помогли бедным, если вы помогли путникам, сиротам и прочее. Нашел кредит в Евангелии. Нет, тем самым вы помогли мне. А тот, кто не помогает этим самым нищим, обездоленным и прочим, тот тем самым пойдет в гиену, огненную и прочее. То есть тут о чем речь идет? Речь идет о том, на самом деле, что когда мы помогаем в тайне, когда мы помогаем, якобы, вроде бы, бескорыстно, то тем не менее мы ожидаем воздаяния от Бога. Я тебе говорю, нашел кредит в Евангелии. Ну послушай сейчас, ты просто поймешь, о чем идет речь. Идет речь идет о том, что, на самом деле, либо экономические отношения устанавливаются между людьми, либо возникают своего рода вот такие странные отношения, да, с Богом. Тоже на основе взаимообмена. Я сейчас совершаю добрые дела, чтобы ты потом меня спас. Да, то есть тоже свои, как бы, как плюсики такие поставят. Вот я вот сейчас вот, давай, совершу кучу плюсиков, так, а Бог потом это взвесит, как бы, на чешах. А почему же ты говоришь, нет, я тебе говорю, нашел кредит в Евангелии. Ты говоришь, нет, ты сейчас поймешь, я поняла. Это называется нашел кредит в Евангелии. Ты думаешь, что все такие тупые, что ли? Да я не об этом говорю, что просто... Все поняли все. Отчего вы все поняли это все? Мы все поняли, что... Это же проблема состоит. То есть получается, что и христианского рода этика, она тоже не работает. Потому что и христианского рода этика, она просто переносит взаимоотношения между людьми, переносит в иную сферу, просто, как взаимоотношения между человеком и Богом. И эти взаимоотношения точно так же строятся на торговле. Точно так же я совершаю добро только для того, чтобы Бог это оценил и меня спас. Вот, разжевывает, разжевывает. Поняли, поняли. Какая опасность, что надо это повторить? Поняли мы! Нет, я просто... Ну, поняли-то поняли. В этом состоит проблема этическая. Возможно ли такое этическое действие, которое не будет рассчитывать ни на какое воздаяние, ни на какую награду? То есть совершенно бескорыстное. Не со стороны ли Бога, не со стороны других людей. Совершенно бескорыстное действие. Тут еще, видите, в чем... Да и тебе знаешь, что скажу? Вот такое бескорыстное, абсолютное действие – это действие робота. Не, ну из любви при этом, понимаешь? Ну из любви. Давайте я вам просто еще с другой стороны зайду, да? Для того, чтобы объяснить, в чем состоит вся суть. Суть состоит в том, что есть понятие воли. И наша воля, она свободно, ну так предполагается, да? Только в том случае, что если нет никакой причины и оснований, почему она действует, тем или иным способом. Если, допустим, существует... Вот, например, Кант рассуждает, да? Вот есть две, вот два рода воли. Есть воля, там, гетерономная, да? Есть воля автономная. Вот гетерономная воля, она, допустим, стимулируется, там, какими-то, там, нашими страстями, может быть, нашими какими-то целями, да? Какими-то, там, причинами, да? Внутренними и внешними. А есть автономная воля, которая на самом деле, как бы, изнутри себя исходит и сама создает цепочку причин. Нет никакого основания, почему она так действует. Она просто... Она автономна, да? Она сама порождает, является причиной. Какая иллюзия? Ну, во-первых, как бы, где тут тогда будет из любви? Нет, потому что... Подождите, вот из любви. Давайте в одну кучу не валить. Про любви дойдем. Потому что это автономно, еще раз. Как бы мы про вас заговорим, и про автономную волю мы поможем? Я вообще про другое покажу. Сейчас принес. Я хочу вообще сказать, что вопрос идет о том, когда я говорю о бескорыстии. Вопрос идет о том, может ли воля быть чистой? Да не нужна нам так... Не нужно это. Еще раз, это не нужно. Достаточно, чтобы среди корысти было бескорысти. Вот воля, как бы, воля и твое намерение, это не нечто единое целое, которое можно охозять так или по-другому. Это смесь. Достаточно того, чтобы среди причин поступка, вот, внешних, корысть, там, другие люди, обычаи, то и все, среди этих причин, одна из причин был три. Уже как бы со своей чистой воли. Вот одна из этих причин. А может ли вообще чистая воля? Не важно, что она одна из причин. Она вообще возможна. Дело в этом... Ну, возможно, конечно. Ну, невозможно, получается. Нет, почему? А это... Это возможно. Вот в таком духе она как раз-таки возможна, иначе откуда... Иначе... Ну, как бы, только тогда... Иначе тогда вообще нет воли. Понимаешь? Ну, мы же что-то... Воля есть, но только воля всегда условлена чем-то другим. Нет, понимаешь? Ну, вот... Нет, смотри, смотри, это условлено причиной. Вот смотри, мы же можем внешним образом отнестись к вот этому корысти, к причинности. Мы можем же со стороны увидеть корыстность. Вот в чем дело. Да, мы как бы отстраняемся. Вот есть корыстное причинение, вот эта вот цепочка причинно-следственная, и мы видим ее со стороны. Давай сейчас рассыпаем. Мы рефлексируем. Мы просто дай нам не дошли. Это интересно. Нет, мы до этого не дошли. Это значит, что мы как бы не полностью с ней сращены. Сложность вопроса состоит в том, что мы не можем понять, в чем корысть, если она есть. Не можем. То есть состоит человек, что он на самом деле действует, а потом вдруг осоздаёт, что на самом деле у него-то здесь корысть есть. Мы так устроены на самом деле. Если мы не такие разумные существа, что каждый свой психологический акт или какое-нибудь свое обоснование можем понять. Я, например, действую, исходя из, может быть, из дружбы, да, а на самом деле, понимая, внутри лежит корысть, что друг поможет другу. Понимаешь? Или, например, я осуществляю, как мне кажется, из любви, а на самом деле вдруг потом поясняю, что я наслаждаюсь самим ситуацией самой. Понимаешь? Что вот мне нравится, что я такой добрый, что вокруг вот ты совершаешь, я такой христианин. Мне не нравится сама постановка вопроса о на самом деле. Как будто одна причина, которая настоящее... Не одна, не одна. Подожди, подожди. А на самом деле и то, и другое, и третье. Да дело же не в этом. Дело состоит в том, что мы себя не знаем в полноте. В принципе. Если мы такие разрозненные, если причин много, то да, не знаем. Я говорю про корысть. Ты говоришь, что можно корысть якобы отрефлектирует и потом... Я как бы не в плане того, что можно узнать, в чем она состоит конкретно. Но мы постоянно вот как бы... Вот когда мы сомневаемся в своем поступке, в том, что он без корысти, мы не рефлектируем корысть, даже не зная, в чем она состоит. Да дело не в этом, что корысть может быть всегда есть. Вот это и есть рефлексия. Вот ты, старейший, поступаешь как-то... Ну рефлектируешь или нет, но корысть есть все равно. Ну какая разница, вот я рефлектирую, а корысть есть. Да ты еще раз, а воздух есть. Есть внешние причины, мир есть. Но это и означает. Вот есть внешний мир. Что более не может быть, как же мы... А и не нужно, я еще раз говорю То есть воля может быть автономной? Нет, я сказал, что воля, что если мы Являемся причиной наряду с остальными другими Не можешь ты причиной быть! Ну как это не может? Камень может быть причиной Вот эта подушка может быть, а я не могу Все есть причиной, а ты наряду со всем остальным Если воля не может быть автономной Значит ты не можешь быть... Не надо автономной быть Для того, чтобы быть причиной, надо быть автономной? Для того, чтобы быть причиной самой себя Полной причиной, абсолютной Не зависит от всего. Да, должна быть. Вот это кантовская ситуация. А если она всего лишь один из этих... И это тоже кантовская ситуация, когда ты допускаешь, что воля может быть чистой. Я говорю, что воля всегда корыстна. Всегда. Может быть. Я вставлю проблему, что она может всегда корыстна. Просто иногда мы это рефлектируем, а иногда это не рефлектируем. И нам кажется, что якобы без корыстной. А потом, спустя некоторое время, осознавая ситуацию, мы понимаем, в чем состояла наша корысть. И каждый раз так. И проблема здесь состоит в чем, на самом деле? Вот настоящая-то проблема. Что воля не может оторваться от мира. Что она всегда связана всеми путами с миром. Она внутри мира находится. И поскольку она связана... Короче, мысль моя такая. Дело не в том, чтобы действуя из любви или не из любви, мы не имели корысти. А дело в том, чтобы действуя из корысти, мы имели любовь. Ну, короче, надо не избавляться... От кого не бывает? Ну, вот в том-то и дело. Надо не избавляться от, как бы, корысти. Не избавляться... Не негативное должно быть движение, а позитивное. Надо, чтобы было, а не чтобы не было. Вот сама постановка вопроса, как бы, должно быть бескорыстное действие. То есть, отрицательное. Вот. Она неправильная. Позитивная. Вот, когда говорят, надо с любовью действовать, надо, чтобы была любовь, это позитивное утверждение. Понимаешь? Оно в сторону бытия обращено. Ну, еще раз. Когда мы исследуем, мы должны ставить именно такие вопросы. Когда ты будешь действовать, ты будешь действовать непосредственно, исходя из любви, там, как угодно. Да. А когда ты исследуешь этот вопрос, ты, необходимый, будешь ставить это именно так вопроши. Что такое была бы бескорыстная воля? Мы же сейчас не собираемся действовать бескорыстно, мы просто ее обсуждаем. И бескорыстная не нужна. Не эта задача. Задача не в том, чтобы отличие, как бы, отличие, вот еще раз, отличие экономики, вот, ну, возвращаясь к причине, откуда вообще бескорыстная, отличие экономики от этики, не негативное. Не то, что в этике нет корысти. Это негативное отличие. Тем самым, вот, если ты так этику отличаешь от экономики, ты ее ставишь в полную зависимость от экономики. Понимаешь? Она все то же самое, что экономики, только там нет корысти. Это же, как бы, совершенно отвратительное определение. Вот. Нет, во-первых, я добро и зло безотносительной экономики. Не, 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 ну, как бы, я говорю, откуда пошло вопрос вот этого вот... Вообще-то слово бескорыстие, оно возникает интуитивно в этике, оно безотносительно. Вот, ну, мы же, как бы, философы все-таки, мы должны, как бы, не интуитивно, а причину найти, вот, откуда вот это... Ну, смотри, да, пусть, может быть... Давай с другой стороны пойдем. Если будет любое наше действие иметь, как некоторую роду подоплеку и некую роду корысть, Разве мы можем говорить здесь об этике? Наоборот, пойдем с другой стороны. Вот если, например, я буду с тобой дружить, потому что мне выгодно с тобой дружить, там, или я, допустим, там, на что-то рассчитываю, мне какие-то там виды есть, это что называется дружба, что ли? Это что называется, как бы, в настоящем слове, это вот называется, как бы, любовь, что ли? Если два человека, один человек, ну, думаю, там, выгодно, как бы, вот, составить такую пару, да, там, там, вот, он богатый человек, я, типа, красивый, давайте будем вместе жить. Да это потом называется любовь? То есть это потом... Нет, ну, каждый раз, не, каждый раз тут возникает народу корысть, и это корысть, это как бы, вот, оно вот нарушает этическую... Кроме корысти, что-то еще есть? Вот, вопрос о твое там. Вот, это я как раз так задаю. Кроме корысти, еще много чего есть, мне кажется. Но, но, мы должны поставить, что же это такое за акт такой добра, который бескорыстен. Да вот он не бескорыстен, еще раз. А каков он? Каков он? Надо понять. Хорошо, не бескорыстен. В другой части. Согласен, что здесь есть некого-то рода отрицания, корысти, да, и поэтому должно быть некое позитивное определение. Каков он? Каково это действие? Это как бы, это должна быть вот... Каково позитивное определение? Корысть, это какая-то мотивация. В этом плане она позитивная, да, то есть, вот это есть некий стимул, причина какая-то. А здесь вот это вот, мы называем это любовью. Это тоже какая-то стимул, причина. Ты действуешь так, потому что любишь. А потом ты действуешь так, потому что ты хочешь... Я понимаю, потому что... Нужно спастись, а не помыть. Нет. Это означает, что главная цель Бога. А это первичнее Бог, а потом только человек. Но он же говорил там, кто как бы это... То есть всё пятое-десятое, а любви не имеет... Любви-то кому? Любви-то кому? Богу. Богу, что ли? Бог на первом месте должен стоять, а на втором месте должны люди стоять. Мы занимаем интерпретацию. Нагорная проповедь. Я понимаю, на первом месте стоит. Всё с любовью делать. Всё. Возлюби Бога, и потом только возлюми человека, как самого себя. Сначала Бога возлюби. А если мы любим Бога, то всегда ущерб любви к человеку. Но даже если взять обычный пример, состоящий в том, что люди сидят и создали семью, и живут семейной жизнью, Павел тоже ведь рассуждает, что женатый думает о том, как угодить жене, а не о том, как угодить Богу. И жена тоже думает о том, как угодить мужу, а не так, как угодить Богу. То есть есть некого рода противоречия между тем, чтобы состоять в браке, и любить кого-то, и любить Бога. И даже если вы в церковь пойдёте, везде написано, что любовь супругов очень сильная, она идёт в ущерб к любви к Богу. Они об этом и прежде всего пишут. И поэтому везде там у них такие списки есть. На первом месте везде должен стоять Бог, а потом только уже муж. То есть первый после Бога даже, знаешь, вот есть такое смешное выражение. Где-где? Ну в церквах бывает. Списки? Ну что, людей же, надо чему-то учить. Чего? Списки чего? Списки роковой любви, что ли? Списки, списки того, что как бы должен посчитать в высшей степени, и что бы остающим. Потому что есть, приходят женщины туда, которые полностью как бы озабочены вот любовью к своему супругу, там, ну или как он, любого, не по-неважному. К кому-то к мужчине, да, и пытаются вот научить, что на самом деле это неправильно, что это, что должна быть превалировать надо всем, как бы, да, любовь к Богу. Что это любовь, на самом деле, ну, что-то небесовская. Ну, это не важно, мы отклонились. Суть вопроса, в принципе, состоит в том, что если даже, как в христианство пытается вот этой корыстью побороться тем способом, что указывает иное направление, да, то есть действуй ради Бога, то есть или в этом мире не ждешь никакой награды от человека, да, допустим, там, снимаешь правую щеку подставку. Представляешь, там, это, отдаешь и не только хитоны верхнюю одежду, да, идешь две мили, если надо, и прочее, и если отдаешь займы, то не требуешь обратно, но, тем не менее, как бы, все это действует, чтобы получить награду иную, да, вот, небесную. И те, кто, как бы, вот здесь ее не получает, даже более, вот, в Евангелии от Луки там еще более логика обыстрена, там даже сказано, те, кто здесь на земле страдает, тем паче там на небесах получают большую награду. Мне кажется, вообще корысть, как бы, преувеличена, преувеличена, потому что все считают, что все чего-то, вот, как бы, хотят и так уж сильно хотят, там, вот это вот прибыли, вот этой выгоды какой-то. Но, в общем-то, мы живем в экономическом мире, и она не преувеличена, это не преувеличено. И ты ходишь на работу не потому, что, как бы, считаешь, что неплохо было бы там, как бы, помогать нашему государству, а потому что хочет деньги за работу. Нет, ну ты же там тоже не все делаешь за то, что ты деньги получаешь, вот в чем дело. Ты же, как бы, делаешь сверху этого много чего, ну, как бы, что, ну, сверху сверху. Может быть, лично ты так родишь. Нет, а многие его смотрят в последнюю секунду. Не родишь, не родишь, а просто там вдруг, вот, допустим, я не знаю, ну, порядок навел, там, еще что-то, ну, еще что-то. Какие-то вещи делаешь, которые, как бы, от тебя никто не требует. Я не говорю, что это хорошо, там, это какой-то подвиг. Я к тому, что все, на самом деле, гораздо, как бы, более, ну, менее прямо в нашей жизни проистекает. Мы сложнее, как бы, в своей... Ну, это же разговор такой странный, сложнее, менее прямо. Надо, как можно решать какие-то проблемы в сфере мысли, если просто постоянно говорить, что все как-то иначе, все менее прямо. Надо сначала сформулировать, если менее прямо, то, значит, надо сформулировать, почему менее прямо. Что ты удивить? Ну, как бы, на самом деле, здесь решения-то я не вижу никакого. Я, как бы, просто говорю о том, что вот есть проблема, это... Может быть, эта проблема, это, слишком, как бы, обозначена какими-то, слишком, как бы, грубыми понятиями. Может, надо войти в какое-то более тонкое развлечение, классификацию, для того, чтобы эту проблему понять, как её решать. В общем, на самом деле здесь две проблемы, как было смешано. Первая проблема – как вообще можно реализовать свои этические убеждения? Потому что этические понятия, добра и зла, они взяты не из мира. Добавлю так, что наверняка проблема корысти и бескорыстности наиболее актуальна стала, условно говоря, не в западном обществе, но в общем, в обществе, которое… Да, но в христианстве Евангелие посчитают, там прорезано просто. Ну, это христианство-то понятно, да. В обществе, дай мне это говорить, в обществе, которое пестовало личность и вообще индивидуальность. То есть, чем больше как бы расцветает индивидуальность и отделенность человека от рода вот этого, да, от клана, от рода и прочего, тем больше как бы вот это вот встаёт остро вопрос. Потому что, если, допустим, раньше там племя какое-то жило, да, племя, как бы ради племени, там может быть личные и общественные интересы, да, как прямо у нас в советское время, там, по-возглашенных, да, может они и не различаются. Ну, как бы между ними трудно было что-то просунуть. Не, ну это правильный разговор, потому что, ведь речь идёт, на самом деле, всё думается о некоторой этике личного убеждения. У тебя, типа, вопрос же идёт о том, как мне поступать, как не поступать вообще абстрактно как-то, да, живя в роде. Понятно, что вроде как бы, если бы я принадлежу к человечеству, к роду и так далее, как там действует, это более непонятно. Ты пытаешься ответить на вопрос, а я пытаюсь понять, откуда он произрос. Я согласен. Из какой, как бы... Он произрос из этого. Но это и есть автономность. Личность, она пытается быть автономной. Так вот, может, зря... Про автономную волю мы с тобой недавно говорили. То есть, я как мне исходить из моей воли, да, как мне на самом деле поступать, если я автономная личность, если я, уклонно говоря, законодатель своего мира. В этом проблема состоит. Действительно, всё ты правильно описываешь. И эта проблема именно и возникает, когда личность укрепляется, она как бы чувствует, что вот она является чем-то фундаментальным, да, как бы раньше она принадлежала к роду, и каждый отдельный индивид всё-таки воспринимал себя как представитель рода, да, и редко... И люди со стороны даже, да, вот если у него, допустим, прибыло, значит, и у нас у всех прибыло, ну, так могли думать, допустим. Ну, опять же, нам это сейчас трудно представить. Это называется как бы, как клетки в одном организме, да, если клетки в одном организме, они друг другу зависят, и, понятное дело, что каждый делает, чтобы на благо общего. Можно и здесь так было бы рассуждать, что на самом деле, может быть, ты прав, нельзя брать отдельную человеческую личность и рассматривать вопрос об этике этой отдельной человеческой личности. И, может быть, надо этику рассматривать в более широком масштабе, в масштабе народа, в масштабе государства, даже, может, в масштабе всего человечества. Да, даже существует другое слово, то есть вот этика обычно подразумевается этикой личности, да, вот, этический поступок личности отдельной. А в плане рода, там, не знаю, масштабного чего-то, это мораль обычно произносит там. Ну, это не существенное. Ну, употребление. Ну, к тому, что есть такое люди. Ну, может быть, да просто факт состоит, может быть и так, может быть, человек, это не является ни с чем-то цельным, чтобы он мог стать никому роду автономным началом, для того, чтобы основать на основе себя что-нибудь цельное. Это, понятное дело, просто выводы какие можно сделать, допустим, из такого рода события, что на самом деле это не проблема этики, а проблема вот этой автомизации человека. То есть это проблема антологии, проблема того, что мы пытаемся как бы выстроить... Ну, вы интересные вещи вы скажете. Я говорю о реализации этики. Да почему? Потому что уже случилась автономность человека, это уже реальность, в которой мы живем. А ты предлагаешь, а давайте мы вернемся в прошлое и станем опять представителями рода. Мы уже не вернутся туда никак. Нужно не в прошлое возвращаться, может быть еще... И ты личность, и я личность, как бы мы не отказывались от того, что мы личность, мы все равно будем на этом основываться. Ну, хорошо, и не будем способны творить добро. Все точно. Неизвестно. А может быть мы этот вопрос можем решить? А может быть мы можем антологию поменять в каком-то третьем направлении? Не, ну, конечно, если бы как бы наука тем и занималась, на самом деле, что каждый раз менял бы антологию, когда пыталась решить какой-нибудь маленький вопрос... Она так и делает, что? Ну, это не обязательно, что она так делает. Ну, это же не маленький вопрос. Не, просто, может быть, конечно, надо менять антологию. Никто не знает, на самом деле. Вопрос состоит в том, что проблема этики, вот она вот как бы вот такая повисла, как бы. Я не знаю, как ее решать. Я не говорю, что я знаю ответы. Я говорю, что есть проблема. Проблема добра, да. Может быть, она сформулирована в каких-то отдельных моментах не очень корректно, но она присутствует. Как можно совершить вот добрый поступок? С одной стороны, как вообще его воплотить, да, потому что есть проблема с того, чтобы конкретное добро воплотить, да, конкретную этику воплотить. А во-вторых, даже, допустим, сумел я воплотить, научился, как бы, да, утрясать, как бы, модифицировать так свои правила для того, чтобы конкретно все ее воплотить. Тогда вопрос идет о том, как сделать так, чтобы это стало добро, да, как бы, как вот, как сделать так, чтобы это не превратилось в экономику, да, в обмен, так сказать, в торговле. В торговлю не превратилось. Я тебе даю, чтобы ты мне дал, да, пускай, а, там, через какой-то промежутки времени, но тем не менее торговля, как вот, как помощь на дорогах, да. Как бы, я рассчитываю, что когда-нибудь мне помогут, там, я перевожу бабушку. Да, главное, всякие там... И везде есть расчеты. Всякие, вот, допустим, христианские страхи, тебе бы первое, что сказали, что, первое, что заботиться об этом не надо, вот, об этом, это последнее, о чем нужно заботиться, да, вот, чтобы твой поступок превратился в добро. Не просто как бы... Мы обсуждаем теоретический вопрос. Теоретический. Понятное дело, что, на самом деле, практически, наверное, надо просто действовать и не задумываться. И, может быть, если у человека будет намерение именно пользу принести, а не получить какую-то выгоду, да, не получить какое-то вознаграждение, наверное, может быть, этого уже достаточно. Может быть, он сумеет удержаться вот на этой тонкой линии, да, чтобы пройти между вот этими всякого рода выгодами, да, вот, и все-таки совершить настоящее добро, да. Да, не важно, окажется ли оно, как вот мы сейчас обсуждали в своей чистоте, совершенно бескорыстно, но, тем не менее, по крайней мере, в изначальном замысле вот этих вот мыслей кривых, да, о том, что мне это выгодно и почему я это делаю, их не будет. А будет просто осуществление с этого добра. Потом же, потом все-таки, да, в жизни и жизни. Это на практике-то, а в теории-то как? В теории-то как? Так на практике еще к тому же. Часто, как бы, это же входит в конфликт. Вот, допустим, человек начинает что-то делать, и вдруг встает какой-то конкретный вопрос. Делать так или по-другому? Так вот более выгодно, а так, как бы, больше пользы будет. И он вот в таких конкретных моментах, он и выдает, как бы, ну, так сказать, доминирующую мотивацию, ну, или, не знаю, доминирующую на данный момент. Такое тоже проявляется постоянно. Вот раз он здесь выбрал так, ага, значит, он действительно, как бы, так сказать, больше склонен, там, не знаю, пользу принести, чем, как бы, выгоду из этого извлечь. Еще есть одна проблема такая маленькая, она состоит в том, что вот человек, который, ну, допустим, умудрился все-таки отвлечься от всякого рода корысти, и совершает поступок, ну, будем считать его называть бескорыстным, но как-то им удалось, да, вот, между сылой и хаидой пройти, и тут тогда возникают странные вещи. Вот, он все сделал, да, и даже никакого ответа не получил. И, тем не менее, когда другая сторона в определенный момент каким-то своим действиям показывает, что она не понимает этого добра, этот человек обижается. Ну, вот с Валей был такой случай, он, короче, купил кровать одной девушке, да, у которой мать, как бы, под себя ходила, она была тяжелая, ничего нельзя было с ней сделать, да, и, как бы, чтобы этой девушке помочь, он купил специальную кровать. Там она стоила, там, достаточно дорого, там, в районе 24 тысяч, и, как бы, это бы способствовало тому, что, ну, и, вообще, он, там, не только, там, кровать-капелом помогал ей, там, конкретно, да, там, каких-то друзей своих звал, которые ей, этой девушке помогали, ну, в общем, они как-то решили отнести с ней по крестам. В итоге, как бы, женщина умерла, ну, по крайней мере, она умерла в чистоте, как бы, да, почти по-любски умерла. И, как бы, стал вопрос о том, чтобы забрать эту кровать. А, в частности, кроме этой кровати, Валя дал ей еще холодильник, нужен был холодильник какой-то, он ей тоже дал. Ну, сказал, что холодильник старенький, но он мне нужен, типа, ты, когда он тебе встанет, я потом его заберу. И что сделает девушка? Она взяла этот холодильник и выбросила. И когда Валя спросил, ну, я же тебя просил, не выбрасывай. Я же попросил, что он мне нужен, типа, я же просто так дал, типа, попользоваться, а он мне, типа, мешал. Понимаешь, вот в самом этом факте, вот, Валя-то очень сильно оскорбила, понимаешь, и подорвала само, как бы, веру в добро. То есть, он, конечно, совершил добро, конечно, там, все понятно, но человек другой, я этого не понял. Он воспринял это, ну, вот, как само собой разумеющество. Вот тут ходят люди, там, по тротуару, ну, и все, понимаешь, это нормально, это так, типа, должно быть. То есть, человек дал свои деньги в итоге, он там, в итоге, еще и, как бы, в итоге свои деньги вернуть не смог. В итоге, вот, там, потратил на кровать, сколько-то там, ну, примерно 24 тысячи, там. И в итоге, так, я оказался без... ну, в итоге, кровать еще там подарил, дальше, дальше, ну, не важно. Он небогатый человек, так вот, знаешь, деньгами разбрасывался. И получается, что девушка вот этим жестом, да, настолько сильно оскорбила, да, что вот... Дело не даже не в холодильнике ему, как бы, наплевать, а в том, что это вот жест непонимания. То есть, Валя вошел в ее положение, понял, что у нее нет денег, что он там, начал ей помогать, купил ей кровать, да, в расчете на то, что она хоть поймет это, да, а вот ей холодильник, у нее трехкомнатная квартира была, она одна в трехкомнатной квартире, как-то мешал, она его выбросила, но ей было наплевать на то, что это, как бы, это, что это не ее холодильник, да, и что вот Валя, как бы, здесь, это, участвовал, как бы, в добре, и она могла бы, на самом деле, хотя бы это понять. Вот здесь еще и такая вещь есть, что вот это вот бескорыстное добро, которое даже если удается совершить, оно вот чревато вот такой тонкой какой-то, как бы, обидой, да, если вдруг, на самом деле, оно будет, не будет понято. Причем чревато существенно, то есть, допустим, Валя теперь вообще не считает, что помогать никому нельзя. Потому что везде вот существует такое непонимание. То есть это просто оскорбление просто за человеческую природу в буквальном смысле. То есть получается, что даже надо желать, на самом деле, чтобы тебя дарили, понимая, чтобы вот этот возврат случился. Почему? Потому что, на самом деле, когда ты не сможешь обидеться, да, то есть, хотя бы, там, тебе скажут спасибо, или хотя бы хоть что-нибудь тебе какой-нибудь, какой-то обратный эффект случится, там, благодать на тебя с ней зайдет их. То есть с точки зрения спасения души, если так выражаться, даже надо желать, на самом деле, всякий раз. вот это бескорыстие нас желаем превращать, каждый раз превращать добро, каждый раз превращать в обмен. И говорить, что я не из добра делаю, а потому что я имею выгоду, даже если это не так. Да не поэтому. Потому что надо желать, чтобы все были хорошими людьми. Вот что у нас желать. Чтобы они тоже поступили по-другому. Не с ней пользу, а чтобы он тоже поступил по-другому. А от этого будет хорошо. Вот эта девушка, она поступила уже. Как можно чего-то желать? По факту, на самом деле, своим действием? Она своим действием выразила свое неуважение, вот жест Вали. Валя же, еще раз, расстраивался не из-за того, что отсутствует холодильник? Конечно нет, из-за непонимания, на самом деле. То есть девушка так и не поняла, что это была попытка быть крестьянином, попытка совершить добро. Даже не из-за непонимания, а вот именно из-за того, что это невозможно автономно действовать. Еще раз, вот если бы возможно было автономное действие, Валя бы поступил и пошел бы. Не-не-не. А это речь идет о том, что нужно, чтобы все мы вместе, вот я тебе помогаю, а ты как бы, может быть, не мне, а кому-то еще там, да? Если бы она сказал, я отдала холодильник, кому-то кто-то очень сильно нуждался. Ну ладно, хорошо, да? Но речь идет о том, что ты пытаешься ситуацию заболтать, я просто имею в виду, что даже если возможно автономное действие, я не знаю, возможно оно или нет, если возможно автономное, даже если такое действие возможно, тем не менее, вот оно чревато, как бы, вот этой обидой, потому что даже за таким действием, по крайней мере, должно быть понимание. Тот другой, которому помогает, хотя бы должен понимать это, понимаешь? А понимание это уже в каком-то смысле опять же ответ, понимаешь? Опять же вот это вот ожидание понимания, это опять же своего рода вот прибыль, некого рода выгода, понимаешь? Что тебя понимают. Ты совершаешь действие, исходя из христианских побуждений, а тебя должны хотя бы понимать. Да не в этом дело, не в том, что понимают. Ну понимала бы она. Она, допустим, могла бы понимать, а сама бы поступила вот так, как поступила. Почему ты называешь это пониманием-то? Ну потому что, когда по факту человек поступает, она тем самым по факту оказывает непонимание. Может она там, если бы она вообще... Она просто на другой стороне, понимаешь? Она как бы на стороне... Ну ты понимаешь, опять же, не того ты обсуждаешь, не о том. Я просто хотел, единственное, что хотел сказать... Я, конечно, не о том. Ну тогда не будем встречаться. Обсуждай себе там, вот как бы, о том, о чем нужно. А, ты извини. Я просто хотел показать, что даже если... Вот пример хотел привести, да, не сам пример обсуждать. Как она там конкретно, это ее уже проблема. Да это я понимаю, что... Что там, какие можно, как можно здесь продумать ситуацию? Да я не продумываю уже ситуацию, а про то говорю, что... Вот этот поступок, почему он требует ответа? Да, вот любой добрый поступок. Да, добрый. Почему он требует ответа? Потому что, можно было бы сказать, потому что корытина. А вот я говорю, что может быть другой еще вариант объяснения. Потому что этот поступок, это как вот в общую вот эту кассу взаимополучивую, в копилку складываешь, и от всех ждешь такого же действия. Не тебе это нужно, да? А ты хочешь солидарности. Но это и есть корысть все равно. Солидарность это не корысть. Ну как это солидарность? Ну, удовлетворение там, от того, что мир так устроен. Там, радость тому, что есть христиане, и прочее, прочее. Ну, много что можно сказать. И почему-то обязательно корысть должна быть материальной. Ее надо обязательно в карман положить. Корысть может быть любой. Любой ответ является корыстью. Это обмен. Еще раз, еще раз, это не корысть. Это вот ты как бы делаешь нечто, чтобы мир стал таким, каким ты хочешь увидеть. Нет. Корысть, знаешь, это когда ты ожидаешь от другого человека чего-то. Вот я тебе даю, и не важно, что я ожидаю. Я просто от тебя ожидаю, допустим, понимание. Это и есть корысть. Корысть это то, что я от тебя ожидаю. Еще раз, важно как бы, если корысть... А ты не соответствуешь ожиданиям. Нет. Я думаю, на том ниже. Вот смотри, смотри. Вот если, допустим, ты ожидаешь, вот ты, не знаю, помог кому-то, и ожидаешь, что он, как бы, этой помощью воспользуется разумно. Да? Что это ему поможет. Вот. Ну, я не знаю, там, кто-то там дал денег кому-то на обучение, а тот, как бы, взял и, так сказать, не доучился, бросил там, вообще, как бы, не знаю, там, спился. Это грустно почему? Потому что в пустую прошло. Так и тут ты, как бы, делаешь что-то хорошее, да? И ожидаешь, что и человек дальше будет хорошее делать. Ну, что это, как бы, продлится, что ли, цепочка, я не знаю, как объяснить. Такое же тоже, такая тоже может быть мотивация. Ты не себе ждешь ответа. Это корысть не в плане, как бы, ну, я не знаю, вот скажи мне, пожалуйста, чтобы твое действие не было пустым. Ну, помощь на дорогах мы же обсуждали, это называется помощь на дорогах, что? Так это не потому, что тебе вернется, а чтобы твой поступок был завершен. Ну, хорошо, давай объясню. Вот смотри, можно вот строить, допустим, что-то, дом, да, строить, и он развалится, да? А можно построить, и он будет стоять. То есть, короче, твое действие может быть завершенным, как бы, ну, состоявшимся, цельным, или несостоявшимся. И ты, конечно, хочешь, чтобы твое действие, оно как бы, ну, было таким, не то, что основательно, а смысленным, да? Чтобы вот это действие, оно было не просто так. Ну, как это объяснить? Ну, вот, короче говоря, если ты сделал какой-то поступок добрый, да, а он не продолжится добрыми поступками, а вот, допустим, ты в кассу взаимопомощи отдал, а оттуда все своровали, то на самом деле, с точки зрения автономной воли, может быть, это был добрый поступок, но с точки зрения, как бы, вот этой твоей устремленности, твой поступок, его смысл изменился. Вот изменился смысл твоего поступка, хотел ты этого или нет, обстоятельства ее изменили. Вот этого тебе не хочется. И в этом плане ты ждешь ответа от мира, от других людей, чтобы смысл твоего поступка не изменился. Потому что, если, допустим, ты, как говорю, дал милость у него кому-то, да, а он ее пропил. И плохо, потому что смысл твоего поступка изменился. Ну, правильно. Поэтому ты, это, но это не есть корысть, понимаешь? Нет, еще раз говорю, ты, как бы, уже две вещи скупил. Ты начал с одного, кончил с другим. Ты кончил тем, что, на самом деле, действительно, зло мы оцениваем по намерениям, а добро мы оцениваем по реализации. Все правильно ты говоришь? Но это какое-то отношение имеет к первоначальному ожиданию, как бы, чего-либо. Ну, так ты ждешь. А ты можешь ожидать, на самом деле, что поступок твой сохранится, так сказать, дальше в движении. А можешь ожидать, на самом деле, некого ответа. Понимаешь? Что еще про ответ? Да вот ты больше не ответа ждешь. Ну, смотри, вот на помощь на дорогу. На последствии. Вот, смотри, помощь на дорогу. Ты совершил поступок, помог на дорогу. Ты же не знаешь, как это дальше будет. Но ты вот конкретно, твой сейчас конкретное действие сделаешь. Ну, ты не думаешь, что тебе потом кто-то поможет. Никак. Не думаешь, что так. А как ты действуешь? Именно так ты и думаешь, что ты действуешь, потому что, как ты говоришь, и салитарность. Нет, а я тебе могу сказать, на самом деле, в чем фишка этого действия. Вот могу сказать. Фишка в том, что это вот люди взяли и сами выгородили в нашем экономическом мире сферу, как бы, ну, неэкономическую. Вот такую, как бы, взаимовыручку. Вот они выгородили. И там, оказывается, они, на самом деле, испытывают определенный кайф. Вот это я такими прям выражениями. Ну, тебе не нравится это, давай, как бы, действительно и закончу тогда. Ну, смысл такой, что... Везде да. И касса взаимопомощи тоже, чтобы кайф получить. Нет, касса взаимопомощи, я и не встречал. Еще раз, еще раз. Это, на самом деле, прикольно многим людям, что существует, и вот они, попадая в такую ситуацию, они думают, о, здорово, я могу совершить нечто, вот, как бы, бескорыстное, как ты выражаешься, да? То есть, как бы, вот, сделать нечто, не ожидая... И они сами отказываются от награды, понимаешь? То есть, им могут предложить. Они отказываются, потому что, ну, вот это, ну, здорово так, вот, как бы, поступить. Понимаешь? Им это нравится, потому что. Ну, все в жизни просто, короче. Везде не просто. Все объясняется картом, короче. Это гораздо сложнее, получается, как раз. Все гораздо сложнее. Не из добра они поступают, понимаешь? Не из хорошести. А просто из кайфа. А просто из-за того, что... Это даже не этическое действие, это просто действие гедониста. Нет, нет, это даже не кайф. Это кайф-то, как бы, связанный не с физиологией, не с чем-то еще, а это кайф сломать стереотип твоей жизни. Еще раз, у них жизнь стереотипна. Это, вот, это прибыль, это корысть, вот они так живут, вот это... И сломать это, это для них, как глоток свежего воздуха, понимаешь? Вот, и осуждать в таком кайфе, да? То есть они были как животные жили, а когда дошли... Да не как животные, они жили как люди, понимаешь? Вот в чем дело. В чем стереотип-то ломается здесь? Стереотип ломается в том... Они, может, наоборот, что все так поступают, и поступить не так, это сломать стереотип. Да нет. Ну а как? Нет, поступить не так, проехал и все, достаточно проехать. Правильно. Вот, и они и проезжают, кто проезжает. А вот кто останавливается... Можешь наоборот рассуждать, что быдло, кто останавливается, они действуют по стереотипу. А нормальные люди мимо... Но ты же сам понимаешь, что можно рассуждать как угодно, но сейчас ты чушь городишь. Почему чушь-то? Ну я просто, это... Ты вопрос пытаешься, чтобы психологическую сферу поставить. Либо кайф, либо не кайф. В психологии всегда можно любое явление с одной стороны зайти, потом с другой стороны противоположно зайти, и оба объяснения будут правотоподобными. Потому что ты свел все к психологии. Есть вот некая психология, вот они, люди, ловят кайф. Ну мало ли где люди ловят кайф. Если он совершенно сумасшедший, то он ловит кайф, и он... Нет, 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 я на самом деле сейчас вот все ответы на твои вопросы дал. Продолжение следует...